Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте представить вашему вниманию клинический случай терапии препарата МБСЗ-100, метастатической меланомы. Статус пациента в момент включения в исследование. Пациент наблюдается в нашей клинике с августа 2016 года. Это мужчина 58 лет. Его физикальные данные представлены на слайде. Сопутствующие заболевания также вы можете видеть. И то, что представлены на слайде, характеризует, что он не имеет тяжелой сопутствующей патологии. В анализе пациента неоднократное удаление невосов без гистологической верификации. Верификация диагноза получена только в марте 2015 года, когда он самостоятельно обнаружил увеличенный акселярный лимфоузел справа, выполнена акселярная лимфоденоктомия и гистологическое заключение беспигментная меланома. После этого пациенту была назначена адевантная терапия интерфероном альфа с эскалацией дозы до 6 миллионов единиц. В июле 2015 года обнаружен рецидив рубцы, по данным ПЭТ-КТ. Выполнено иссечение рубца с последующей фотогинамической терапией. Далее в сентябре 2015 года выявлен метастаз второй поясничный позвонок. Проведено оперативное лечение, также гистологический метастаз беспигментной меланомы. В последующем по поводу прогрессирования заболевания в мягкие ткани грудной клетки проведено 3 линии стандартной химиотерапии, на которых наблюдалось прогрессирование процесса. И в августе 2016 года пациент появляется в поле нашего зрения с прогрессированием заболевания, продолженным ростом очагов в коже грудной клетки, с канцерматозом плевры, множественными метастазами в легких, метастазами в лифузлы средостения, в рюшной полости и очаг в левой фронтальной области. 1 сентября 2016 года пациент включен в исследование с препаратом BCD-100 первой фазы. На данном слайде представлены схематические анамнезы заболевания, и мы можем видеть, что на протяжении 2015-2016 года пациент непрерывно прогрессировал на проводимой терапии. Что мы исходно имели? Первичный очаг неизвестен, гистологическая верификация беспигментного меланома. При молекулярно-генетическом исследовании выявлена мутация БИРАФ, но таргетной терапии пациент не получал ввиду малой доступности таковой. Итак, диагноз представлен на слайде. Это меланома без первичного выявленного очага, метастазовые лимфатические узлы правоподмышечной области, состояние послеподмышечной лимфоаденоктомии справа, местный рецидив, оперативное лечение, состояние после иммунотерапии, прогрессирование в поясничный позвонок, оперативное лечение по данному поводу, множественное прогрессирование в мягкие ткани, состояние после иммунотерапии, трех линий химиотерапии. Из-за осложнения имелась анемия первой степени. На момент включения в исследование метастатическое поражение представлено множественными очагами на коже грудной стенки, канцерматозом клевры, метастазами в легких, лимфозла средостения, брюшной полости, левосторонним гидроторексом, очагом в левой фронтальной области. Статус ЭКОК-1 в уровне УДГ 270 единиц в литре. Жалобы на боли в грудной клетке, требующие обезболивающей терапии и общую слабость. Терапия в рамках исследования. 1 сентября 2016 года пациент включен в исследование первой фазы с препаратом BCD-100. Это был первый пациент, включенный в исследование, и первый пациент, кому проведено введение препарата. 13 сентября 2016 года выполнено первое введение в дозе 0,3 мг на кг. Самарная доза составила 28,2 мг. Через 2 недели проведено повторное введение в той же дозе, и согласно дизайну протокола, при хорошей переносимости предусмотрена эскалация дозы, что и было выполнено до следующего дозового уровня в 1 мг на кг. С октября 2016 года пациент получает препарат BCD-100 в дозе 1 мг на кг, суммарно 93 мг. На сегодняшний день выполнено 20 введений препарата. Переносимость терапии хорошая. Госпитализация проводилась только на первое введение. Согласно протоколу, дальнейшая терапия проходит амбулаторно. Все нежелательные явления, зарегистрированные у данного пациента, представлены на слайде. Как вы можете видеть, они не превышают второй степени и разрешились без негативных последствий. Чуть более подробно остановлюсь на значимом моноопосредованном нежелательном явлении, таком как нарушение функции щитовидной железы. Исходный пациент к нам включен в исследование состояния эутириоза. К моменту 6 введения мы зарегистрировали лабораторное снижение уровня ТТГ и умеренное повышение свободных гормонов. Клинических проявлений тиреотоксикоза не наблюдалось. Было пропущено одно введение препарата. В дальнейшем терапия восстановлена. И после 8 введения препарата мы зарегистрировали повышение уровня ТТГ с умеренным снижением свободных гормонов Т4. И назначена была гормонозаместительная терапия в дозе 50 мкг эльтероксина в сутки, на фоне которой зарегистрирован, достигнут медикаментозный эутириоз. Эффективность терапии. На следующих нескольких слайдах будут представлены данные компьютерной томографии в трех временных точках, которые наглядно демонстрируют реализацию противоопухолевого эффекта. На данном слайде представлен очаг передней грудной стенки на скрининге после 6 введений препарата и после 18 введений. Фотография наглядно демонстрирует наличие опухолевых очагов грудной стенки на скрининге на момент включения и после 6 введений препарата. Очаг ВС-10 левого легкого также на скрининге после 6 введений препарата и после 18 введений. Перегастральные лимфатические узлы на скрининге после 6 введений и 9 месяцев терапии. Медиастинальные лимфатические узлы, канцерматоз плевры и очаг фронтальной области, который регистрировался на скрининге и увидим, что отсутствует после 18 введений препарата. Итак, по оценке Рецист-1.1 пациент после 6 введений препарата имеет уменьшение опухолевых очагов на 49%, что важно отметить, что после 12 введений препарата пациент улучшил свой ответ. По сравнению с предыдущей оценкой уменьшение еще на 36% размера опухолевых очагов в суммарно 67%. По оценке АРС также 51% на первой оценке и 62% на второй оценке. Ну и текущий статус пациента. Он получает препарат BCD-100 в дозе 1 мг на 1 кг, 1 раз в 2 недели в амбулаторном режиме. Сохраняется частичный ответ. Оценка КТ проводится раз в 3 месяца. Статус ЭКОК 0, жалобы отсутствуют. И данный клинический пример наглядно демонстрирует, что препарат BCD-100 показывает свою эффективность. Отсутствует какой-то дозозависимый эффект у препарата. Совершенно типично регистрируется негативное проявление для иммунотерапии. И что очень важно, что мы видим длительный эффект у ранее предлеченного пациента, который прогрессировал на стандартной терапии, которая проводится при данной ситуации. И такие клинические случаи, конечно, вселяют в наших клиницистов надежду, что в скором времени мы получим в своем арсенале новый эффективный препарат, более доступный для наших пациентов. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ